Здравствуйте! В эфире программа о происшествиях по горячим следам. В студии Анастасия Дворецкая. Всего лишь один отпечаток пальца помог следователям раскрыть преступление, которое было совершено 8 лет назад. Молодые люди 18 и 19 лет в 2006 году изнасиловали женщину на остановке общественного транспорта в Иселькуле. По версии следствия, выпившие парни в вечернее время на улице встретили женщину. У них завязался разговор, после чего, но увы, знакомые предложили ей вступить с ним в интимную связь. Женщина отказалась, однако отступать от задуманного молодые люди не захотели и перешли к другому способу уговора. Думя руками, да? Зачем? Кулаком? Одной рукой, да? Ну не меньше пяти, но и не более десяти ударов. А второй мишен? Так же? Так же куда? По ногам? Нет, тоже по лицу. По лицу. Ну мы как ударили, она встала, поднимаем, поднимаем и опять ударим. То есть мы не то, что вот она лежала, мы прямо ее пинали, не было такого. Потом она согласилась? Да, потом она согласилась, ну давайте, фигуру полагать. После произошедшего девушка сразу же обратилась в полицию. На месте преступления криминалисты изъяли несколько улик, в том числе отпечаток пальца. Однако ни одна из них не смогла сразу вывести сыщиков на преступников. Лишь спустя 8 лет аналогичный отпечаток появился в базе данных. После того, как следователь направил этот образец, изъятый из предмета, было установлено сходство. И установлено лицо, кому принадлежит этот изъятый отпечаток пальца. Было установлено лицо, с которым проведена соответствующая работа. Он рассказал о втором насильнике. Оказалось, что один из задержанных ранее судимый местный житель. А вот его сообщник – друг, который приезжал к ним угостить из Тюменской области. Оба сейчас задержаны и находятся в СИЗО. За данные преступления им грозят десятилетние сроки. Машину за долги. Новый метод поиска должников судебные приставы испытали на Омском авторынке. Тех, кто скрывается от исполнительного органа, ищут по государственным номерам автомобилей. Владелица этого внедорожника задолжала банку более 200 тысяч рублей. «Хонда» покинула рынок, так и не найдя нового хозяина. А вот долг хозяина вот этого «Мерседеса» – 150 тысяч рублей. Арестованный автомобиль также отправят на специальную стоянку. И если автолюбители не заплатят по счетам, то им придется пересесть на общественный транспорт. Машины будут проданы, чтобы погасить задолженности. Такой большой кипиш, такой маленький машин. Основанием для вынесения судебных приставов исполнителя постановления об объявлении в розыск имущества, принадлежащих должникам, служит отсутствие оплаты долга, установленной в законном сроке, а также нежелание идти на контакт со службой судебных приставов. После чего розысковым имуществом занимается межрайонный отдел судебных приставов по розыску должников и их имущества. Все расходы, связанные с розыском и эвакуацией арестованных от транспортных средств, будут взысканы с должников. Двойной удар. На улице Красный Путь один водитель стал виновником сразу двух аварий. Первое ДТП осталось за кадром. Шофер «Тойоты», мы увидим его авто, позднее врезался в «Мерседес». Когда шофер внедорожника вышел из салона посмотреть на последствия, владелец японской машины попытался скрыться, но далеко уехать не смог. Буквально через 100 метров он снова не справился с управлением и влетел уже в микроавтобус. Даже повторная авария лихача не остановила. Он снова надавил на педаль газа и уехал. Впрочем, его машину сотрудники ГИБДД нашли достаточно быстро. Она была в соседнем дворе. Сейчас правоохранители занимаются поиском водителя. Отмечу, что в ДТП никто не пострадал. Еще одно ДТП, на этот раз тройное, произошло на пересечении улиц 10 лет октября и 25-й линии. Не поделили дорогу три автомобиля – «Тойота», «Део» и «ВАЗ» 10-й модели. Досталось больше всех корейской машине. Ее переднюю часть восстанавливать придется долго. Отмечу, что двое из участников ДТП – девушки. Никто, кроме автомобилей, не пострадал. На сегодня это все новости. С вами была Анастасия Дворецкая. Увидимся завтра. И помните, вы узнаете обо всех происшествиях по горячим следам. Субтитры создавал DimaTorzok